Ехать им еще до китайской границы. Собственно, туда они и отправляются. Своим автопробегом они хотят ударить по административным барьерам международных автоперевозков. В первую очередь на территории стран Таможенного Союза. Это Россия, Белоруссия и Казахстан. В ходе данного коридора хотим выявить имеющиеся какие-то физические и не физические барьеры. Пока на сегодняшний день такого нет. Мы даже были приятно удивлены, когда проезжали границу с Белоруссией, с Россией. Даже мы проехали без остановки. Это, конечно же, благодаря Таможенному Союзу, благодаря отношениям наших стран. Барьеры – это, например, таможенная инспекция или сотрудники ГИБДД. Но в основном участники автопробега смотрят на состояние дорог и технологии их производства. Оно и понятно. В автомобилях сплошь дорожники. И инженеры, и строители, и проектировщики, и те, кто дороги обслуживает. Кстати, в наших краях дороги по сравнению с другими областями и правда выглядят лучше. Это участники автопробега подтверждают. Я думаю, что не самые плохие в России. Даже, может быть, где-то лучше, чем в Московской области. Вот и принимающая сторона говорит, что показать свои дороги не страшно. Я сам автомобилист. Мне приходится много ездить по Нижегородской области, по другим областям России. Нижегородская область не на самом плохом месте. Во вторник они выехали из Бреста. В четверг уже в Нижнем Новгороде. Постоянно в колонии шесть машин. В них около 30 человек. Но добавляются и новые участники. Даже девушки есть, причем немало. Говорят, что автопробег, а за два дня они отмотали уже полторы тысячи километров, дается легко. Это абсолютно не тяжело, потому что мы ночью останавливаемся в гостиницах, спим и потом рано утром выезжаем уже непосредственно в дорогу. Конечно, дорога выматывает, но, в принципе, это не так тяжело, как кажется. Терпимо. Завершится автопробег 7 сентября в городе Хардос. Это Казахстан. Сейчас колонна даже полпути не прошла. Общая протяженность 5,5 тысяч километров. Куда они не приезжают, например, сегодня не отправились в Казань, встречают их дружелюбно. В Нижнем Новгороде даже концертом. Только собака на всякий случай лает на приезжих. Правда, потом успокаивается. Признала свои. Александр Быков, Сергей Таиров. Объективно. ННТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова